Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля. Лето уже заканчивается, а значит пришло время составить фавориты лета. Здесь будет в основном декоративная косметика, которую я больше всего любила этим летом, и также совсем несколько уходовых средств. Почему всего несколько? Потому что мой уход со времен последнего видео, ссылочка будет вот здесь, практически не поменялся, и соответственно показывать вам те же самые средства, которые я уже показывала в недавнем видео, смысла нет. Ну что ж, давайте не будем затягивать и поскорее начнем. Так как уходовых средств очень мало, предлагаю начать именно с них, а потом уже перейти к декоративной косметике. Первое, что я для себя открыла, очень неожиданно, это бальзам-ополаскиватель от Pantin из серии густые и крепкие. А вообще Pantin очень распространенная фирма, много кто ее пробовал, но удивительно, я до сих пор была не знакома с этим бальзамом. И представляете, какое было мое удивление, когда я взяла эту миниатюрку, сполоснула при помощи нее свои волосы и обнаружила то, что они мягкие, как шелк. Это было самое настоящее и неподдельное удивление, потому что мне всегда казалось то, что Pantin ничего особенного с волосами не делает, а тут вот тебе на. Волосы после него мягкие, они блестящие и они великолепно расчесываются, просто находка. Теперь я определенно пойду искать полноразмерную версию. Второе уходовое средство, которого я тоже в восторге, это бренд Pincan Yul. Вот такая миниатюрочка, это Essence Toner. Попалась мне эта миниатюра в iHerb боксе корейском, по-моему, да. В общем, на iHerb была косметичка с корейской косметикой, и там эта миниатюра лежала. Очень-очень крутое средство. Вообще, я очень лоханулась, когда поехала в Сочи, я забыла взять с собой сыворотку и взяла тоник, который очень быстро закончился. И вот это средство, этот Essence Toner, заменил мне одновременно и тоник, и сыворотку, потому что это средство невероятно хорошо напитывает и увлажняет кожу. И после данного средства вам даже не хочется наносить ничего другого. Можно не наносить суперпитательный крем, достаточно обычного дневного крема, и все. Кроме того, данное средство можно наслаивать и таким образом добиваться той степени напитанности кожи и увлажненности, какой вы хотите. Это очень круто, потому что подобным образом этот тонер будет подходить для абсолютно каждой кожи. Не нужно вам много увлажнения и питания наносить в один слой. Если у вас экстра сухая кожа, то наносите и 2, и 3, и еще большее количество слоев, какие вам понадобятся. В общем, безумно, безумно крутая штука, определенно рекомендую. Следующее средство это SPF, который мне очень понравился. Гарне, вот такая вот версия для детей, SPF 30. Я взяла именно версию для детей, потому что для детей, как правило, делают более чистый состав, потому что за этим, откровенно говоря, серьезно следят, и поэтому я предпочитаю переплатить за детскую версию, но зато получить лучшее средство. Данное средство мне понравилось тем, что здесь очень жидкая и легкая текстура. Она максимально быстро наносится, она не оставляет жирности ни на руках, ни на коже. И кроме того, что очень важно, после конкретно данной детской версии у меня не появляются прыщи. Если у вас тоже проблемная кожа, то я думаю, вы уже знаете, что такое SPF на проблемной коже. Это огромное количество подкожников. Но конкретно с этим средством такого не случилось, что очень хорошо. Кстати, если вы знаете другие SPF, от которого не образуются подкожники, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Я обещаю, это почти все. Мы скоро перейдем к диккоросивке. Одно из любимых средств этим летом у меня стал вот такой вот спрей от бренда L'Oreal. У меня оттенок каштановый. Называется данный спрей Magic Retouch. Этот спрей в своих видео не раз показывала Наталина и рекомендовала для придания эффекта веснушек. У нее, правда, другой оттенок. У нее красное дерево оттенок. Я, к сожалению, тот оттенок не нашла и взяла каштановый. Данный оттенок больше подойдет для девушек, кто не смуглее меня. И на моей коже без макияжа веснушки при помощи данного средства видно. Но если я делаю макияж особенно активный, то почему-то поверх тонального средства веснушечки от данного средства ложатся совершенно незаметно. И если не приглядеться, то видно не будет. Получаются маленькие легенькие веснушечки очень быстро и очень просто. Так что могу данное средство рекомендовать. Но обязательно, обязательно хорошо подумайте над оттенком. И теперь пришла пора перейти, наконец-то, к декоративной косметике. Самым любимым, пожалуй, праймером в этом сезоне у меня был праймер от Etude House. Такой вот Face Blur. У этого праймера есть SPF 33, но я его полюбила за тот эффект сияния кожи, который он придает. Данный эффект, скорее, не видно в жизни. Но при этом я последние 3 или 4 месяца использую данный праймер перед видео. И кожа на видео блестит. Сегодня я его не использовала, говорю сразу. Я почему-то сегодня про него забыла. Но практически в каждом моем предыдущем видео я использовала перед нанесением тональной основы этот праймер. И на монтаже удивлялась тому, насколько сияющая у меня кожа. Так что берите на заметку, если вы фотограф или если вы часто снимаете фото, видео. И когда вам нужен именно вот такой вот легкий эффект свечения кожи. Не эффект блинчика, не эффект масляного блина, когда вы окунулись головой в тарелку с блинами. А именно легкое-легкое и очень красивое свечение. Кстати, если вам кажется, что я говорю в нос, вам не кажется. У меня уже 5 дней держится температура. И при этом я работаю. И при этом у меня намечается переезд. Так что видео будут затягиваться. И, скорее всего, я их буду выпускать чуть-чуть пореже. Из средств для бровей я всей душой этим летом полюбила вот такой вот карандаш Urban Decay Brow Blade. Это одновременно и карандаш, и маркер. С одной стороны здесь находится карандаш, с другой стороны находится маркер. Когда я читала отзывы на данное средство, я очень сильно сомневалась, брать мне это средство или нет. Потому что все говорили, что эффект полупрозрачный и мега натуральный. И, честно говоря, когда купила, абсолютно не пожалела. У меня оттенок Brunette Betty. Карандаш здесь более темный по оттенку, нежели чем маркер. Я покажу обязательно свотча. Карандаш делает именно четкие, красивые, достаточно яркие брови. Если вы не хотите яркие брови, то вы просто легонечко вносите данный карандаш. Вычесываете его кисточкой, и у вас получается достаточно легкий эффект. Если вы хотите добавить волоски, то вы берете маркер. Но маркер как раз таки здесь и есть полупрозрачный. И если вы не любите оформлять брови маркером, тогда данный маркер вам понравится именно для придания легкого эффекта волосков. Если же вы полностью оформляете брови маркером, как это делаю периодически я, то тогда вам лучше взять маркер от Lime Crime. Который я показываю буквально в каждом, наверное, своем видео про фавориты. Вот он очень пигментированный, и он вам нарисует бровь полностью с нуля. Если говорить о любимых тенях этого лета, то я могу выделить всего две позиции. Во-первых, это вот такие тени от бренда Luxe Visage Metal Hype, именно в сиреневом оттенке номер 10. Этот сиреневый оттенок запал мне в душу. Это одновременно сиренево-розово-фиолетовый оттенок. Максимально крутой эффект получается, если нанести румяно-розового цвета и при помощи этих же румян закрепить складку века. Получается просто бомбезный, красивый и гармоничный макияж. Единственная проблема с этими тенями, как я уже не раз рассказывала, заключается в том, что при тушевке они очень сильно теряют свою пигментацию. Нужно будет их наслаивать. У них большой расход, но при этом у них очень маленькая цена, поэтому я считаю, что здесь проблем нет. И следующая палетка теней, которая очень приглянулась мне этим летом. Здесь, наверное, в меня полетят тапки, помидоры и все прочее. Но это Наташа Денона Бронз. Да-да, это она. Я сама выпустила обзор на эту палетку. Обзор в основном отрицательный. Было очень много минусов у данной палетки, и я все еще согласна на все 100% со всеми этими минусами. Я ни в коем случае не отказываюсь от своих слов. Но мне почему-то запали в душу различные сияшки, и я не делаю никакие сложные макияжи с этой палеткой. Это важно понять. Так как главный минус данной палетки в том, что тени осыпаются, и они очень похожи друг на друга на глазах, соответственно, вы не сделаете красивый переход из одного цвета в другой, из светло-желтого в красно-оранжевый. Здесь нет таких переходов. Все эти тени смотрятся одинаково на глазах, и именно поэтому я использую эти тени максимально просто. Просто наношу что-то, просто наношу матовый оттенок в складку века, может быть, затемняю внешний уголок, и на все века наношу сияшку. И именно при помощи такого незамысловатого, невероятно простого способа данные тени работают хорошо, и не видно никаких особенных недостатков данной палетки. Если хотите, можете обязательно перейти по ссылке, оставлю здесь видео на мой обзор, посмотреть подробно, чем же мне не понравилась эта палетка. Но вот этот простой способ, использовать только матовый оттенок на складку и сияшку на все века, поможет вам с подобной палеткой подружиться, если она у вас, например, уже есть. Так что, подобный образ работы мне очень с ней понравился. Главное, это быстро, потому что утром я делаю максимально простые и быстрые макияжи, и, в общем-то, получается очень красиво и достойно. Поэтому данная палетка этим летом у меня используется активно. Следующее, про что я вам хочу рассказать, это кисти от бренда Charlotte Tilbury. Две вот такие вот кисти для глаз. Одна называется кисть Eye Blender, и вторая кисть это Eye Smudger. Эти кисти, несомненно, не стоят своих денег, они слишком дорогие, но работают они хорошо. Я знаю, что это не самые лучшие кисти, и со мной многие могут не согласиться, я их и не называю лучшими, но мне они в работе понравились. Для меня очень удобная вот эта форма бочоночка, это небольшой и немаленький бочоночек, он просто идеально встает у меня вот сюда на нижнее веко, он идеально ко мне подлазит вот сюда на внешний уголочек. В общем, для меня данный бочоночек просто идеален. Есть и другие бочоночки, очень-очень хорошие, даже с AliExpress. У меня есть кисть за 100 или 150 рублей, очень похожая на эту, и она тоже хорошо работает, но она чуть-чуть длиннее, и она чуть менее плотно набита. В общем, эта кисть мне нравится почему-то больше. И вот эта кисть для тушевки теней, она хорошо тушует тени, иногда она может чуть-чуть плотновато наносить цвет, особенно в самом начале, если не встряхнуть его руку. Но во всем остальном у меня к этой кисти претензий нет. Опять-таки, это не та кисть, за которую вам нужно прямо сейчас бежать, она отнюдь не самая лучшая, и она отнюдь не стоит своих денег. Но по какой-то совершенно непонятной и неведомой причине при каждом моем макияже моя рука тянется к этим двум кисточкам. Что происходит, почему так выходит, я не понимаю, но раз уж я вам рассказываю о своих фаворитах, то я не могу не упомянуть эти две кисти. Среди тушей для глаз у меня есть два фаворита этого лета. Во-первых, это Evelyn, вот это Big Volume Real Shock. Никакого реального шока, как я уже говорила, нет. Я, кстати, эту кисть уже показывала в своем обзоре, в своем видео про Evelyn, тоже оставлю ссылочку, обязательно переходите. Там я показывала и глаза до туши, и сравнение с тушью и без. Так что, если вам интересно поподробнее про эту кисть, то переходите. Очень хорошая тушь с повседневным эффектом. На мне она не осыпается, на мне она не склеивает реснички. Она дает именно небольшой эффект подкручивания, разделения ресничек. Она их удлиняет и немного утолщает. То, что нужно для обычных дневных макияжей. Если же макияж у меня чуть-чуть поярче, чем просто дневной, или если я использую что-то вот наподобие Наташи Деноне, то я использую тушь от Stellary вот в таком черном футляре. К тушь от Stellary у меня есть большие претензии. Можете посмотреть их тоже в видео про Stellary. Вторая тушь, которую я брала в таком леопардовом бордовом дизайне, мне не понравилась от слова совсем. Она очень сильно сыпется. Вот эта тушь сыпется уже меньше. Она дает более активный и более драматичный эффект, нежели чем тушь от Evelyn. И именно поэтому я ее использую при дневных, но более ярких макияжах. Когда хочется, чтобы ресницы только подчеркивали макияж, а не делали его каким-то блеклым, непонятным и незаконченным. Эта тушь может склеивать реснички, и больше того, она это активно делает. Иногда можно сделать себе на лице паучью лапу, но в остальном, если обращаться с ней аккуратно, то получается именно тот эффект, который нужен. Среди тональных средств я могу сейчас выделить один фаворит. Постоянно, постоянно этим летом у меня тянется рука к Evelyn Satin Mat. Я уже устала отдергивать свою руку от этого тонального средства. Ну серьезно, насколько можно уже к нему тянуться? У него достаточно большой, на мой взгляд, расход. Несмотря на то, что здесь в тубе 30 мл, это стандартный, в общем-то, тональный крем, но он очень быстро, на мой взгляд, заканчивает. У меня такое ощущение, что в нем уже осталось меньше половины, хотя покупала я его не больше, чем полгода назад, и не то, чтобы как-то часто пользовался. Обычно при таком же расходе у меня еще очень-очень много тонального средства остается. Но в любом случае данный тональный крем, он и не матовый, он и не сатиновый, он красиво ложится, красиво растушевывается на коже, с ним не появляется особо жирный блеск, он не скатывается, он не убегает, особенно в зоне... особенно в зоне носа, что очень важно, потому что у меня там в течение дня все время начинает что-то происходить, какая-то просто выхана или астональным средством. С этим тоном такого нет. Единственное, только он может подчеркивать шелушинки, если такие есть. Но в остальном это тональное средство я полюбила всей душой, и, как я уже говорю, рука к нему тянется просто нон-стопом. Консилер любимый у меня сейчас тоже от бренда Evelyn. Это Magical Perfection Concealer. У меня это оттенок Medium. Я заказывала Light, но мне подружка по ошибке положила Medium, и оказалось то, что Medium мне тоже подходит. Легкий, невероятно легкий консилер, неплотный, но при этом он сделает зону под глазами более выровненной, более ухоженной, более светящейся. Он не очень хорошо скрывает синего, но для хорошей кожи данный консилер точно подойдет. Кроме того, данный консилер отлично подойдет для возрастной кожи, так как в нем есть уходовые компоненты. Самый мой любимый хайлайтер в последнее время, думаю, ни для кого не секрет, это Mary Lou от The Balm. Этот хайлайтер прекрасен просто во всем. Начнем с того, что в нем нет талика, что очень хорошо. Во-вторых, у этого хайлайтера красивый цвет шампанского, который отлично подходит к моей внешности и к моему цветотипу. У него именно хороший оттенок, он не уходит в... Он не уходит сильно в холодинку и не уходит сильно в теплинку. Кроме того, он не подчеркивает текстуру кожи, что просто безумно-безумно важно конкретно для меня, потому что кожа у меня мега текстурная. И этот хайлайтер смотрится на ней потрясающе. Есть похожий хайлайтер, например, от Becca в оттенке Opal, но он мне нравится меньше. Opal более рыхлый хайлайтер, кроме того, у него больше видно блеск, кроме того, у него больше видно отдельные блесточки, и он не так хорошо дружит с текстурой кожи, как конкретно этот хайлайтер. А любимые румяна у меня ежелетно, именно ежелетно, это Milani Luminosa. Каждое лето я езжу куда-нибудь, получаю загар, и снова начинаю любить эти румяна. На своей бледненькой коже я не очень их люблю, но именно когда кожа становится более такая загорелая, красивая, то эти румяна начинают играть совершенно по-другому. Они красивого персикового цвета, они дают сияние, как сейчас видно у меня на коже, и это смотрится действительно очень красиво и гармонично. Любимый скульптор, давайте я, пожалуй, не буду вам рассказывать про любимый скульптор, но пожалуйста, потому что я, мне кажется, уже все уши вам прожужжала про скульптор от Шарлотты Тилбери. Это двушка в оттенке light, красивенный, невозможно просто красивенный скульптор в хорошем, правильном оттенке. Я уже устала, серьезно устала вам про него говорить. Это дорогая вещь, очень дорогая вещь, и когда я ее покупала, жаба меня очень сильно душила, но я сейчас жить не могу без этой палеточки. Серьезно, какого бы цвета у вас кожа не была, были бы вы загорелой или не загорелой, этот скульптор ляжет очень красиво, он будет смотреться потрясающе, будет смотреться как реальная натуральная тень. Лучшим жидким скульптором для меня тоже стал скульптор от Шарлотт Тилбери, вот такой вот Hollywood Wand, у меня это оттенок Fair Medium, очень полюбила этот скульптор именно когда приобрела кисть от Артис. Кисть от Артис, кстати, тоже мой фаворит, я, к сожалению, забыла ее сюда притащить, так что не буду вам ее сейчас показывать. У меня на нее тоже был отдельный обзор, оставлю ссылочку. Этот скульптор просто красивый, это красивейший скульптор, который тоже отлично ложится на кожу. У него более теплый оттенок, нежели чем у вот этой вот палеточки, но при этом он хорошо тушуется, он не пятнит и действительно очень натурально смотрится. Так что вместе с кистью Артис это любовь-любовь и еще раз любовь. Также очень мне полюбился вот этот вот хайлайтер от Бекка в оттенке опал, именно в жидкой версии, тоже именно при помощи кисти Артис. Так же, кстати, как и румяна от Эвелин в таком бочоночке. Эти румяна можно наносить и пальчиками, и другими кистями, но опять-таки с кистью Артис происходит какая-то магия, вот самая настоящая магия. Вот этот вот хайлайтер мне не нравился ни с одной другой кистью, вот серьезно, ни одна. Но Артис наносит и тушует так, вот такое ощущение, что хайлайт исходит у вас прямо-таки из кожи. В общем, очень красиво и мега натурально. И последнее, о чем мы должны поговорить, это, конечно же, губы. В лето, в жару не хочется, честно говоря, по крайней мере мне наносить какие-то серьезные помады, потому что становится жарко и неудобно, и вообще не хочется наносить на себя особо активный макияж, поэтому на передний план выходят полупрозрачные легкие помады, блески и тинты. Самое любимое средство и самое, пожалуй, лучшее, это Кларанс. Вот такой вот красивый блеск, когда все-таки, по-моему, называется. Очень красивое средство, оно невероятно ухаживающее. Это именно скорее уход, нежели чем декоративка, но при этом смотрится это тоже красиво. Здесь легкий карамельный оттенок с золотыми блесточками. Смотрится так, как будто бы на губах у вас что-то есть, ощущается так, как будто бы на губах у вас гигиеническая помада или уход. Быстро, очень быстро стирается, вот это единственный его минус, хочется постоянно его обновить, но это единственный минус данного средства, во всем остальном оно просто прекрасно. И когда мне не хочется карамельного, а когда хочется розового, я беру, опять-таки, именно летом просыпается любовь к Dior Lip Glow. Это красивый тоже блеск, он взаимодействует с pH вашей кожи и начинает становиться с течением времени более розовым. Очень красивый и хороший эффект, тоже очень легенький, тоже быстро оно стирается, но в отличие от Clorans, так как данное средство, оно больше основано на pH, то даже если вы съедите в течение дня, собственно, данный блеск, то небольшой оттеночек, то бишь тинт, у вас все равно останется на губах. Ну что ж, а на этом все, это были все мои фавориты, если данное видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok